Мы вышли в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Данное ходатайство было сегодня рассмотрено судом. Прокуратура поддержала орган предварительного следствия, считала законом обоснованным данное ходатайство, заявленным следователем. И судом по результатам рассмотрения данного ходатайства избраны сегодня меры пресечения в виде домашнего ареста с нахождением его дома по адресу, расположенному в отечественном районе. То есть его когда будет транспортировано? Да, сегодня его главным исполнителем инспектором, главным исполнителем инспекции отечественного района будет осуществлена дислокация данного гражданиного территории. Крым по адресу указанных постановлений суда. И он будет находиться в течение двух месяцев по указанному адресу органов. А потом, после двух месяцев, что будет? В настоящее время органам предварительного следствия продолжается расследование уголовного дела. Предъявлено обвинение лицу по пункту А, часть 2, статьи 238 орган кодекса Российской Федерации. Почему решили вы именно домашний арест? Ну, во-первых, санкции данной статьи предусмотрены в том числе в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Категория относится, соответственно, статью 15 главного бургса Российской Федерации к тяжкому составу преступления. Органы предварительного следствия считали избрать его меру причинения в виде домашнего ареста. СУС согласился с данным мнением и органами, как следствие прокуратуры, и избрал им сегодня меру причинения. А вообще, ну, за что, почему? Сейчас что будет с этим зоопарком, например, он будет функционировать так же, или там будут какие-то проверки проводиться? Значит, в настоящее время, как и уже было исследовано, материал, который представлен следователем об суд, был в том, что да, на сегодняшний день зоопарком функционирует. Напомню, в месяц назад произошло несчастный случай с двумя малолетними, где одному малолетним был причинен легкий при здоровье, а второму телесные повреждения. На момент инцидента, произошедшего в том день, в конце июля, был, значит, один леопард дислотировался в вольере. Как установлено следствие, материалом дел и исследуемся сегодня в суде, было установлено, что на вчерашний день в ходе осмотра мест происшествия было, помимо леопарда, еще несколько диких животных, а им два медведя, волк. Вот, в этой связи органы следствия посчитали, что каких-либо мер к устранению нарушений принято не было, и обратились в свой несоответствующий кадастр. А вот тут дальше его не закроют, этот зоопарк? То есть какие-то меры вот именно по деятельности этого зоопарка, учреждения будут или нет? Или он будет продолжать? То есть увидели там два медведя, леопард, что дальше? Ну, значит, органы предварительного следствия в ходе расследования главного дела обязаны принять меры к устранению данных недостатков, а именно путем внесения соответствующего представления органы следствия, надеюсь, это будет сделано, следствие ведется пока еще. Постановят все обстоятельства произошедших. Ну, то есть закрываться его пока не будут закрывать? Ну, на сегодняшний день информации такой нет. Это компетентный орган, соответственно, соответствующее решение должно быть на это. Понятно. Спасибо. На сегодняшний день функционирует геометр. Угу. Понятно. А вот после этого...